Дайте мне обратную связь, как меня слышно, не слишком ли громко. Спасибо, спасибо всем. Я прошу прощения, я тут немножко регулировал чат нашего общения и хотел вопросы прошлого вебинара погасить, но вот сбросило мне почему-то все общие общения. Ну что ж, бывает. Итак, поздравляю всех мужчин, и не только мужчин, всех людей, кто считает себя защитниками Отечества. А мы все являемся защитниками Отечества. Вот, днем защитник Отечества, это очень важный такой вопрос. Но наша тема сегодня несколько иная, и перейдем сразу к нашим обычным вебинарским делам. Бизнес и скорей опять об инвестициях и об разных вопросах. Дело такого рода, дорогие друзья, почему-то, например, сегодня мы с Алексеем, он помогает мне, Алексей Дьяков, и мы оба тут бились, никак не могли справиться с Ютубом. Ютуб не дает доступа на Мирополис, не выводится ни одна запись. Вот, и поэтому вы остались без прединформации, видеоинформации. Алексей там подготовил что-то. Вот, ну, на следующий раз мы это возместим. К тому следующему вебинару мы постараемся проверить. Вот, ну, не думали, что в последний момент нас Ютуб подведет. Таким образом, таким образом, дорогие друзья, давайте пойдем дальше. Время, значит, какие основные новости? Я сегодня буду говорить о тех новостях, которые скрыты от них, или они стоят за кулисье тех новостей, которые нас уже вот очень радуют вторую неделю, или неделю, скажем так, почти неделю уже радуют. Это и Индия, это и Арабские, Объединенные Арабские Эмираты, это и другие новости, которые у нас здесь проходят. Очень много по этому поводу наш коллега Сергей Сибиряков Алексея рассказывали, а мы сегодня с вами немножко коснемся других аспектов, которые стоят за тем, что вообще происходит и как это на нас влияет. Я поставил вопросы и, как бы, риторически на них буду отвечать. И тем самым мы с вами, надеюсь, что продвинемся немножко дальше. Немцы приезжали. Ну, если приезжали, по-моему, приехали, да, Артур. Но, поймите правильно, там немцы, значит, немцы с островов приехали. Это немцы, которые не с Германии, а они находятся в совсем другом месте. И обычный процесс идет, так что там особо ожидать, пока большого ничего не следует. Вот. Ну, новости узнаем, то, что положено, все будем знать. Я начну с того, что, смотрите, значит, тут есть такая картинка. Я был в Санкт-Петербурге и увидел, что там есть памятник первой конки. И вот представьте себе, что врывается в середине прошлого, позапрошлого века, врывается новый транспорт на общество, в использование. А тяговая сила, два коняки и, скажем, управляющий кондуктор этими конями, которые, значит, обслуживали первую конку. И смотрите, что написано. Здесь установлена модель, копия вагона Санкт-Петербургской конки. Образца прошлого, вернее, прошлого, то есть позапрошлого века в натуральную величину. И вы представляете, что это было более 130, почти 140 лет назад. Вот. И каким образом этот процесс шел, оказалось бы, транспорт нового был вместе с... Или на плечах, или на хвостах, или на шкуре, или на усилии конной тяги. Точно так же мы можем предполагать, что транспорт, о котором говорим мы, и родителями, и, как бы, инициаторами, да, мы являемся инициаторами, мы эту информацию передаем, которого являемся мы. Я смею подополагать, что он тоже вносится сейчас на, как бы, натяговой силе еще прошлого периода. Ведь мотор-колесо, не секрет, был изобретен тоже в том же веке, где вот эта конка изобретена. В конце 19 века первой модели были мотор-колесо, в 1916 году уже они были испробованы. Вот. Так что здесь процесс абсолютно нормально идет, мы сегодня немножко коцнемся, вот, и на это дело поговорим. Но это так для общего развития. Это в Санкт-Петербурге установлен этот памятник, и это интересно его посмотреть. Теперь о новом. Смотрите, значит, то, что сейчас происходит в подписании адресных проектов, ведь, смотрите, это не только эйфория, здесь особый, ну, как бы, можно испытывать, естественно, это очень большой прогресс, но применяться будут очень современные устройства. Это робот-линия по укладке модулей транспортной структуры, по ее сварке. Это робототехника. Это тоже, кстати, модель еще вчерашнего дня, она уже не самая новая. Она так называемая плоскостная поточная линия по изготовлению этих модулей. Видите, там хорошо видно, что это как бы боковые части нашей транспортной структуры, здесь видно что-то аналогично, да. Но их надо еще монтировать, их надо поднимать на высоту, там делать и так далее. Почему я об этом говорю? Дело в том, что мне посчастливилось на этой неделе вести переговоры с одной всемирно известной компанией, я не буду ее называть, я не имею этого права, вот с ее, не с компанией, извиняюсь, с ее представителями, теми, кто занимается формированием ее развития, они увидели перспективу, большую перспективу технологии SkyWay. И когда я им ее презентовал, вдруг возникла у них абсолютно четкая мысль, что и понимание, что они могут вместе со SkyWay выйти абсолютно новым продуктом на мировую арену. И это продукт, это подъемные устройства, это так называемое дополнение к роботом-модулям, производственным модулем. Ведь смотрите, что сейчас происходит, поднимают подъемные краны, подгоняются, все деталями, какими-то узлами, они собираются где-то, потом поднимаются наверх, там надо их устанавливать и так далее. Чтобы быстро по километру в день делать, это все должно быть абсолютно поточно, в определенных модулях подниматься на высоту, устанавливаться и идти дальше. То есть это очень такой современный, смарт-умный роботокомплекс. И вот они там увидели свою возможную задачу развития. И второе или первое было то, что они увидели свою задачу именно на установке, изготовлении, разработке новых подъемных модулей для посадочных, высадочных станций, транспортных структур, скорее скоростных и городских. И есть еще, у них возникла особая идея по поводу грузовых модулей, на грузовые станции, на грузовые логистические центры. Мысль работает, видите, так что одно поддерживает другое. И таким образом я просто войду в тему, дальше пойду с того, что мы сегодня имеем. И после этого перейду к вопросам. Смотрите, мы сегодня с вами, дорогие друзья, имеем этот пресловутый наш восьмой этап. Он, ну, скажем так, на последней прямой, 42 километра пройдено, остались 120 сантиметров пробежать, чтобы до 7-го, включительно, марта, закончить восьмой этап. У каждого есть своя стратегия. Предстоит девятый этап, десятый и до 14-го, 15-й самый последний. Что здесь существенно, что я вам хотел показать? Просто напомнить, дисконты, сколько инвестировано, сумма, почти такая сумма инвестирована на этом этапе. Вот, мы идем с опережением, не мы, а ЗАО Струнные Технологии, Global Transport Investment, идут с опережением, или, скажем так, с минимизацией себестоимости строительства экотехнопарка. Как Анатолий Эдуардович уже неоднократно говорил, что удается, абсолютно, обоснованно удается значительно снижать себестоимость работ, которые осуществляются. Это радует. Отсюда мы имеем возможность несколько экономить и акции, и осуществлять те задачи, которые существуют. Но, на заметку вам, что так называемая, скажем, портфельная стоимость, складываемых на полку наших акций, здесь средняя расчетная, статистическая, была, значит, меньше одного цента, цента от доллара. То есть, один цент есть, да, то есть, это она сотая, так вот, от одной сотой еще 0,68. На следующем, на девятом этапе, это будет почти что один цент уже, одна акция. То есть, одна сотая будет уже, одна сотая будет акция. Многие акции будут одну сотую стоить, видите, здесь, например. С десятого этапа пойдет уже 0,12 и так далее. То есть, идет повышение, но количество инвестиций предполагается уже на каждом этапе равным. И таким образом, перейдем к вопросам, что нас ожидает. Стартуют крупные адресные проекты, а дальше? Ой, 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 все там засуетились, значит, досмотрите, там, одни столько-то там миллионов, почти миллиард, там, больше миллиарда. Это же все уже закрыто, дорогие друзья, но надо же понимать, что это за миллиарды, куда они идут и что нам оттуда, или как нам. Что попадет в эко-технопарк, который является самой передовой, то есть, он является фронтом, передовой линией продвижения этой технологии на мировой рынок. Что? Что от этого польза какая? Смотрите, ведь если кто-то смотрел внимательно бизнес-план и описание 15 этапов, там сказано между строк и даже есть несколько строк, которые говорят о том, что, значит, те стартующие крупные адресные проекты, а это адресные проекты в Индии, их три, плюс, значит, там по-разному можно считать, три или четыре. Или там, поскольку третий проект, он такой, как бы, двояко-комплексный, вот, и одной длинной долей из него является именно создание там, на индийский рынок, или на тот регион, рынок создания эко-технопарка, или так называемого эко-технопарка, презентационно отрабатываемого, отрабатывающего центра презентации отработки технологий. Вот, поэтому, но вопрос-то в том, что КБ-то находится у нас в Минске, и предположено по бизнес-проекту, предположено, что от адресных проектов, которые будут на первых этапах подключаться, естественно, компания Global Transport Investment получает предоплату на свое усмотрение. Там есть, по северу, я не видел этот договор еще пока, но вот, и скорее всего, и не увижу его, это не моего ума дело. Вот, но можно предположить, что обычно в договорах есть, на что делается предоплата, и как ее можно использовать. Это значит, что разрабатывая документацию для Индии, мы получаем покрытие финансирования КБ, конструкторское бюро, которое сейчас содержится практически за счет, ну, скажем, средств, инвестиций, которые поступают за счет народного финансирования. Это значит, что наша нагрузка для нас, она не снижается, перед распределением происходит денежных потоков. И это говорит о том, что, тем не менее, многие засуетились и говорят, а теперь нас не надо, смотрите там, сколько уже собрали, уже можно построить это. Нет, дорогие друзья, в Индии ни один доллар не придет в Белоруссию из Индии. Ни один доллар, да, будут работы оплачены, там есть свои нюансы, но Индия не имеет права ни одного доллара инвестировать в Белоруссию. Поэтому это косвенное финансирование тех работ, тех задач, которые в какой-то степени служат одновременно и белорусскому Мариной Горке, экотехнопарку, и проекту в Индии. И проектом в Индии, понимаете, да? Это значит и одно дело экотехнопарк. Сейчас значительные нагрузки идут в финансовом потоке, должны идти, по крайней мере, на производственную часть. Зачем? Затем, чтобы быть готовым, чтобы выпустить так называемые или так запланированные 10 тысяч мотор-колес, комплектов мотор-колес, раз, чтобы выпускать необходимое количество юнибусов и юнибайков для Индии, для Арабских Эмиратов. В первую очередь, естественно, для Мариной Горки. Потому что там различные юнибусы, юнибайки, юнитраки должны быть использованы. Уже летом стоять, это значит, что производство должно работать. Поэтому, а дальше, дорогие друзья, нас ожидает стабильная деятельность. Стабильная деятельность на всех этапах, на всех этапах, до 15-го. Да, могут этапы достаточно быстро закрываться, это естественно, вполне вероятно. Но, тем не менее, мы будем, мы нужны, и мы... Пропал звук? Так, 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 у кого пропал звук? Привет, из Минска, пропал звук Алекса. Посмотрите, Алекс, что-то у вас там не так. У меня бы звук идет. Отличный звук, да, спасибо. Окей, это я засуетился. Значит, и эти процессы все необходимы, дорогие друзья, и мы нужны, даже после 15-го этапа, мы нужны в этом, в следующем году мы еще об этом будем говорить. Вот, поэтому стабильный поток инвестиций народного финансирования постоянно нужны. Причем, когда мы обсуждали со специалистами вот в Скандинавии на этой неделе возможное и вероятное развитие, как подготовиться к поездке в Минск, вот, то они четко высказали. Они сказали, что вы же понимаете, что, скажем так, на первых этапах развития здесь всего этого нам тоже надо будет, скорее всего, подключаться к той, значит, существующей площадке народного финансирования, развивать, или же делать ее дочернюю компанию сюда на, значит, Скандинавию. И тут есть нюансы, почему, почему там и как лучше собирать народные деньги для проектов здесь в Европе, конкретных проектов. Поэтому, скажем так, это еще раз подтверждает мое предположение, что адресные проекты, с которыми мы будем заниматься, которые нужны будут для развития нашей компании, развития технологий, они в любом случае будут работать за счет народного финансирования, и на то есть много причин. То есть дальше нас ждет достаточно длительный процесс и неубедание. Но надо быть в форме, надо знать, как идут развития, и тогда мы будем всегда в нужное время, в нужном месте, с нужными своими предложениями. Есть ли нам польза договоров в Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, какая? Я уже коротко забежал вперед и об этом сказал. Конечно, есть. Идет предоплата, от предоплаты частично покрываются постоянные расходы компании. А вы знаете, да, что у каждой компании есть постоянные расходы, есть переменные расходы. Постоянные расходы это те, которые будет компанией, хоть кто-то палец о палец ударять или не будет. Но, значит, аренду надо оплачивать, если она есть. Электричество надо оплачивать, надо тепло, надо оплачивать. Зарплату надо платить, надо платить какую-то долю, в любом случае. Автомобили, которые есть, надо эксплуатировать и так далее и тому подобное. Налоги надо платить, надо платить. Массу различных расходов это надо оплачивать. Постоянные расходы, есть переменные расходы. Вот переменные расходы, они будут оплачиваться, естественно, по конкретной работе, а постоянные расходы мы будем получать в покрытии. Плюс еще есть целый ряд работ, есть определенная химия в компании, и это в любом случае нам полезно, что финансовый поток компании Global Transport Investment, а, естественно, перераспределяясь уже на ЗАО «Струнные технологии» на конструкторское бюро и на технологии Skyway Technology, поступают средства для развития и производства, для доведения экотехнопарка до сдачи в эксплуатацию и так далее, и для развития в первую очередь. Следующий вопрос. Исходя из этого, когда мы сможем участвовать в адресных проектах? Естественно, нас сильно никто пока не ждет в Индии, потому что у нас здесь есть что делать. Теперь, кто может участвовать в будущих адресных проектах? Когда? В первую очередь, тогда, своими акциями мы сможем участвовать, когда они выйдут на внутреннюю или на внешнюю биржу. То есть, будет так называемый рынок открыт для наших акций. Они пока являются внутрифирменными закрытыми акциями. И поэтому, дорогие друзья, от этого достаточно много зависит. Но, кроме того, по всей вероятности, если это будет целесообразно в какой-то момент, это ближе уже к 15 этапу, может быть, могут быть... Помните, как было у нас на 4-м, на 5-м этапе, на 6-м этапе было, кто более уже такие ветераны нашего движения, те помнят, что были адресные проекты, которые прямо можно было в них участвовать. Например, Юнибус, это была целевая инвестиция в Экотехнопарк, в объект, в опору были инвестиции. Целевые инвестиции были в озеленение, кстати. Мы покупали деревья, но, правда, их не прямо покупали, мы получали акции, но нам давалась возможность приобрести деревья. И мы их сажали, это тоже участие в целевых проектах. Поэтому такие комбинированные возможности будут, это денежные инвестиции в какие-то адресные проекты, но то, чтобы участвовать с пакетом или долей какого-то пакета акций в адресных проектах, это будущее. И оно зависит от того, когда будет открыта биржа. Так, тут есть какой-то Гуркин. Будут ли использоваться строительные принтеры или, скажем, передвижные системы, которые смогут создавать эти колонны на месте? И, конечно, будут. Конечно, будут, скорее всего, если они будут соответствовать по технологии. По идее должно быть, Алексей, должно быть бы так, да. Но это, скажем, ближайшее будущее. Они не совсем соответствуют тем, что сейчас есть. Есть основания полагать. Но по всей вероятности, не по всей вероятности, а, конечно, будут. Без этого никак. Иначе там завозимся, завозить. И по-разному можно строить. Это отдельная история, Алексей. Вот. Как мы сможем... Ну, вот в этом плане, я думаю, что я тоже уже ответил в какой-то степени, как участвовать. Почему надежнее и выгоднее самим акционерам? Или, ну да, акционерам. Вот здесь я написал World Association Investors of Skyway. То есть Всемирная Ассоциация Инвесторов Skyway. И быть инициаторами адресных проектов. Надежнее и выгоднее. Да потому что, скажем, организаторы, если это не мы сами, они обычно не возятся с маленькими пакетами акций, там ниже, там, 10 миллионов, там, 100 миллионов, может быть, да. Естественно, зависит от объема стоимости проекта. Вот, ну, 10 миллионов, это так, более-менее уже минимальный стартовый пакет, с которым миллион и выше. Вот. И, может быть, иногда будут набирать. Поэтому, создавая проект сами, или ассоциации, или же группа акционеров, которая может пул организовать, да, вот, но надежнее и достовернее, когда это ассоциация, и быть инициаторами адресных. Тогда это выгодно. Но выгодно почему? Выгодно потому, что мы ближе сидим тогда к столу переговоров насчет опций. Опций, то есть условий, по которым мы вводим, или акционеры вводят свои акции в использование. Не отчуждают, а не продают, не сдают, а отягощают их определенными условиями в пользу проекта. И что они будут за это получать, или получат после завершения проекта, и как им эти акции будут возвращены. Сколько, когда, как, каковы будут прибыли, какая доля прибыли. Потому что, в принципе, опция дает возможность, то же самое, что практически, она даже в какой-то степени выгоднее опцию получить, чем иногда привилегированы акции. То есть, получает участник своими акциями в проекте, получает привилегию, получить в первую очередь свою часть прибыли, получить акции и выйти из проекта. После того, когда проект запущен и уже начинает функционировать. Но мы об этом еще будем говорить, но тем не менее, это вот такая вещь и есть. Идем дальше. Так, есть вопрос, будет ли надевать дисконт. Пока будет, Зинаида, пока будет. Вот. По крайней мере, по крайней мере, не было разговора. В ближайшее время, я думаю, так, 1 марта будет определено окончательно. Мы сможем объединить свои пакеты в ассоциации. Вы не будете свои пакеты в ассоциации объединять. В ассоциации будут просто люди. А у каждого есть свой пакет в компании Евразия НРЭСКОВИА СИСТИМС ХОЛДИНГЕ. Вот. И он может дать распоряжение, что, например, или ассоциация, когда организуется, ну, скажем, инициирующая адресный проект группа, или объявляется набор, пула на инвестирование в адресный какой-то проект. Там оговариваются или расписываются условия. Вот. И предлагается договор, условия ведутся разъяснения по этому поводу, да. Вот. И человек вносит акция номер такая-то по акции номер такую-то в проект. На таких-то условиях. Вот. Это все законно оформляется. И таким образом, причем фиксируется ее на тот момент стоимость, причем, возможно, по-разному входить. Ведь вы же понимаете, что войти в ту же самую реку, это так же, как невозможно и здесь будет. Что, предположим, на момент, ну, на 1 марта 2018 года набирается, набирается, так называемый, акционерный капитал для управляющей компании по организации и по ведению строительства отрезка скоростной трассы Санкт-Петербург, допустим, ну, куда там, Москва, предположим, или окружной, окружной надземки в Москве. Вот. Какой-то участок. Ну, и начинается набор. И тогда, а на этот момент уже они находятся на на бирже. У них есть стоимость, которая реальная стоимость или нотируется, значит, котируются они выше, ниже там номинальной стоимости. Номинальная стоимость 1 доллар. Или, скажем так, они и есть 1 доллар. Они по 1 доллару уже, их котировка 1 доллар. Но мы знаем, что котировка будет расти, а проект занимает 3,5 года. Вот. Мне фактически безразлично. Мне важно, что это акция там. Но когда мы вошли в акционерный капитал, было внесено, условно говоря, там миллион акций, это миллион на миллион долларов. А когда я буду забирать оттуда, то там будет находиться 3,5 миллиона, допустим, там через 3,5 года. То есть они будут уже стоить, допустим, 3,5 доллара будет котировка одной акции. Это значит, что она будет выше. Но мне безразлично. Я как выдал миллион акций, так и получил свои. Не важно, сколько они будут стоить. Там только надо будет обговаривать условия, что там будет перебор так называемого залога. Но это ничего страшного. Это можно регулировать процентами прибыли и так далее. И что известно о введении внутренней биржи. Значит, по какому принципу мы сможем объединять? Людмила Игорь, что известно о введении внутренней биржи? Ну, это хоть и не Игорь, пока ничего не известно. Только мы можем предполагать, какова она будет. Я вам уже говорил, что компании выгодно это начинать не ранее десятого этапа. Не ранее. Потому что таковы, это надо смотреть на дисконты. Вот десятый этап. Когда, например, разница есть, вот видите, в два раза почти, да, между восьмым и десятым этапом, уже в два раза дороже, то мне выгоднее купить у акционеров, кто хочет сбыть свои акции внутри компании, да, купить акции там шестого, не важно какого этапа, да, вот, не брать вот эти пять миллиардов, а купить один миллиард и продать, купить его за ноль кома, за такую же стоимость, или чуть дороже, чуть дороже, например, да, ну, за ноль один, а продать вот по такой стоимости или отдать еще дороже там, за какую-то там стоимость. То есть, сделать свой бизнес. Компания начнет, евро, GTI начнет делать свой бизнес здесь уже, может начинать делать бизнес. Вот от чего зависит это. Не от чего, от другого. Не от какого, чего-то желания или какой-то другой там вот прихоти. Это все будет происходить. Не в интернете ничего не будет происходить, Людмила. Это будет происходить в кабинете. Это чисто внутренняя компания дела. В этом никто из интернета не сможет. Да, естественно, посредством интернета. Интернет как канал связи. Ничего не более. Поймите правильно. Это не будет открытая какая-то там торговля. Нет. Есть акционеры. Это внутри компании. Это закрытый процесс. Это только те, кто в этой комнате участвует. Понятно, да? То есть прибыль от участия в адресных проектах, вкладывая акции, будет получать только деньгами или будет возможность получить доп. акции. Нет. Никаких доп. акций больше не будет. Акции же ведь... Вы же понимаете, откуда доп. акции появятся. Их нету просто. они вот есть. Пардон. А, тут нету. Акции, они сколько есть, 60 миллиардов и столько есть. Дополнительных акций уже не будет. Так. Идем дальше. Смотрите. Что дальше? А вот дальше была картинка. Как раз вот дополнительных акций вот здесь 60 миллиардов у нас вот наше ограничение. да, здесь есть акции. Здесь есть акции. Я не знаю, как распорядиться ими учредитель Global и вот этой компании. Она является учредителем, внесла свои вот эти акции к нам, нашим учредителем, нашей компании, да, и Risen Real Скоррисистент Холдингом. И эта компания выпустила 60 миллиардов акций, которые мы сейчас вот имеем здесь в нашем обороте. но здесь существует еще 70% или 280 миллиардов простых акций и еще ровно столько же 60 миллиардов привилегированных акций. Все может быть, дорогие друзья, это зависит от конкретных экономических и стратегических задач Global Transport Investment. Поэтому предполагать можно все что угодно. Как и на количество акций осталось перед сменой этапа. А какая разница, Игорь, сколько акций осталось перед сменой этапа. Это вас сильно волнует? Сколько их осталось? Все остались. Скажем так, я понимаю, что вы понимаете, что это сейчас вы задаете вопрос, исходя из логики, а хватит ли мне акций? Хватит, не волнуйтесь, потому что инвестиции нужны и даже предположим, вот давайте предположим, что все шло супер, да, и у нас на восьмом этапе было 20 миллионов и 20 миллионов уже иссякли. То есть, извиняюсь, не 20 миллионов, 7,5 миллиардов акций. Мы уже набрали 20 миллионов и нам больше не надо. Кто сказал, что не надо? Надо, а 7,5 миллиардов уже мы израсходовали. Привлечены будут, не волнуйтесь, будут привлечены акции, значит, чтобы удовлетворить запросы всех инвесторов. Но я вас уверяю, я уже сказал в начале, вы про все вероятность слышали, 20 миллионов, или вернее, все 7,5 миллиардов акций еще не реализованы и очень сильно не реализованы за счет того, что менее, мы укладываемся чуть меньше 20 миллионов инвестиций на этом этапе. Понятно, да? Вот при каких условиях? Ольга, Лондон, вы знаете, что капитализация это идет? Капитализация это процесс, что такое вот это? Вот это, что сейчас? Это и есть капитализация. Ведь смотрите, здесь была, это внутренняя капитализация, что такое, от чего она зависит? Она зависит от того, что происходит в этой компании, смотрите, Global Transport Investment, учредители. Я потом сейчас на следующем слайде вам покажу, почему это происходит. Потому что кто стоит Экотехнопарк? Эта компания. Сколько стоит проект Экотехнопарка? Условно говоря, 300 миллионов. Расчетно уже 236-246 миллионов. Естественно, будет еще меньше. Но оценочная стоимость Экотехнопарка уже более миллиарда будет момент его сдачи в эксплуатацию по сравнительным оценкам и расценкам, которые применяются на мировых рынках аналогичных объектов. Это значит капитализация. Начиная от одного доллара и до 2 миллиона, то есть миллиард, 200, сколько-то там, миллионов, сколько у меня оценочная стоимость будет. Это все капитализация. Так что процесс капитализации в любом случае идет. их число лимитировано или нет? Как узнать количество? Не лимитировано. Оно естественно проектно условно лимитировано, а так нет. Игорь, значит, Лондон. С адресных проектов у разных стран прибыли будет приходить от эксплуатации транспорта? Нет, Татьяна. Нет, от эксплуатации транспорта тоже. Но смотрите, вот как раз вы задали вопрос к тому, о чем я хотел вам сказать. смотрите, доходы от адресных проектов и хозяйствования Global Transport Investment получает. Доходы от капитализации акций. Что такое капитализация акций? С момента вывода акций на мировую биржу, на мировую биржу, а у нас сколько у нее этих акций? Смотрите, эти акции, эти акции, эти акции, это все доходы от этих акций, это все идет доход общий, эту копилку. и это значит, что это есть доходы от этой капитализации, извиняюсь, не туда пошел, это есть доходы от капитализации акций, от их прироста, их стоимости на бирже. Это четкая капитализация акций. И процесс, все проекты, которые будут строиться. теперь смотрите, когда начинается вопрос, когда начинается, пардон, извиняюсь, когда, сейчас, когда начинается, при каких условиях. Вот, это и есть условия, они уже идет, капитализация уже идет, друзья. То, что заключен договор в Индии, это капитализация, идет инвестиция, идет усиление накопления этих, все, что будет построено, это капитализация. И смотрите, от чего она зависит. Тут был вопрос, разные страны будут приходить от эксплуатации. От строительства, а хозяйствование, это и есть эксплуатация. Но вопрос в том, что не во всех проектах целесообразно и по каким-то соображениям не обязательно во всех проектах будет в эксплуатации участвовать Global Transport Investment. Но в обслуживании в любом случае будет. Прямые или косвенные. Или за франшизу будет получать. То есть он кому-то продаст так называемые права эксплуатации или обслуживания. Обслуживание, да, техническое обслуживание всех объектов. И естественно будет соответствующую сумму получать. Ведь вы же знаете, что Макдональдс, сам компания Макдональдс ни одного гамбургера сегодня не производит. А прибыли видите, какие у них. Он живет с франшизой. Он следит только за тем, как, кто, где в мире, что выпускает, какими продуктами пользуется и так далее. Как ведет свою стратегию развития маркетинга и так далее. Так что здесь точно такие же вещи. Дорогие друзья, будет приходит... И вот теперь смотрите. Доходы от адресных проектов и хозяйствования, доходы от капитализации акций, они косвенные, они непрямые. И откуда появляются дивиденды? Дивиденды появляются. Это доходы минус расходы Global Transport Investment. Получается прибыль. Это, естественно, прописная истина. Из суммы прибыли 20% на дивиденды B акций уходят. И они являются 20% пропорционально 60 миллиардам, то есть 15% доля 15% акций приходят сюда как доход в Евразии на Рейлске и Систенс Холдинг. С нее вынимаются расходы, но у нее здесь минимальные расходы. У нее никакой хозяйственной деятельности нет, кроме как содержание реестра, оплата регистру международному, оплата взносов за акционерный капитал 5 тысяч долларов ежегодно, оплата бухгалтерской, аудиторской деятельности, оплата абсолютно мелочевка. Снимаются эти расходы, естественно, какая-то минимальная постоянная расходы будет, это остальное все прибыль. сумма прибыли вся идет на дивиденды. Что это значит? Это значит, что сумма дивидендов делится, вот это есть сумма прибыли, которая идет на дивиденды, это есть сумма дивидендов. Сумма дивидендов делится на 60 миллиардов акций, это есть дивиденды, сколько дивидендов приходится на одну акцию. От первой до 60 миллиардной акций, каждая акция получает равную такую же сумму, которая рассчитывается таким образом на одну акцию. 60 миллиардов, чтобы получить по одному центу или по одному доллару на одну акцию дивидендов, нужно, чтобы вот эта сумма дивидендов здесь была, вот эта сумма была бы 60 миллиардов. Обратным счетом вы можете посчитать, сколько должна быть прибыль у Global Transport Investment. Чтобы получить один цент, то есть одну сотую, надо 600 миллионов здесь иметь. Чтобы получить 10 центов на одну акцию, надо 6 миллиардов иметь сумма дивидендов здесь. Вот расчет очень простой, дорогие друзья. Так, 20 прибыли будет делиться на... Нет, вы неправильно, Артур, вы следите за логикой, какие 680 миллиардов. Это, значит, вы делите, значит, мухи и котлеты в разные эти самые положения. Я говорю, когда я говорю 280 миллиардов, это 70 процентов, это совершенно другие, это... А акции, это другие акции. Мы говорим о 60 миллиардах акций, или вернее даже мы говорим о 120 миллиардах акций, на которые уйдет сумма в 20 процентов, уйдет от прибыли здесь. Это 120 миллиардов, и половина от этого будет, придет в компанию Евразия, на Рейлс Кавейс Системс Оглинг. Понятно, да? А не 280 миллиардов. У меня акция уже капитализировалась на... У меня дисконт был. Да, конечно, Людмила, правильно. Расчет очень правильный. Уже идет. Естественно, это так называемая внутренняя или скрытая капитализация. Она расчетная до того момента, пока акции не выйдут на реальную биржу. То есть, сегодня капитализация у вас произошла, она расчетная, но если вы захотите ее превратить в деньги, они тогда только возможно будут. Понятно, но это не цель. Она является... В любом случае, все сидят и считают. Так, идем дальше. Еще у нас много чего есть, пока есть. При каких условиях компания выходит на международную биржу? Есть ли в планах выходных? Конечно, есть. Ольга, это главная задача. Ведь цель, как я уже говорил... Сейчас я вам включу. Смотрите, я включу технологии. О, есть технологии. Прошлые. Смотрите. Значит, у нас... Нету здесь. Сори, нету. Нету у нас. Уже я отсюда. Значит, смотрите. Дело в том, что у нас цель как раз и есть не... Основной целью является не некая технопарк, а капитализация или, скажем, реализация и узаконивание технологии. А для этого, чтобы сделать эко-технопарк, были выпущены акции. А эко-технопарк нужен для того, чтобы технология ожила. Иначе она мертва, если она не сертифицирована. И вот это триединство дает возможность выхода, или оно оживает в свою очередь, лишь только тогда, когда выводятся акции на международную биржу. И бизнес основной в том, чтобы акции вывести на международную биржу. При каких условиях компания выходит? А приходит тогда, когда показатели, показатели, вот эти показатели, уже как бы, ну, динамика их хотя бы один-два года должна быть. Иначе очень трудно. Или хотя бы динамика внутренняя, внутренняя динамика компаний по акциям. И хотя бы один год должен быть, понятно, да? Но надо рассчитывать и на то, что если мы, например, сегодня бы приняли решение выходить на IPO, на биржу, то процесс подготовки и вывода занял бы год. Но мы бы не соответствовали всем критериям, которые требуются для того, чтобы международная биржа лондонская, там, неважно, рижская, там, московская, канадская, там, нью-йоркская биржа приняла бы эти акции туда. Но что же, не просто так, вот мы захотели, пришли, поналожили на стол и говорим, давайте теперь торгуйте нашими акциями. Нет, дорогие друзья, там и дюдилиженсы, там и аудитирование будет проведено, и будет проверено, не блефует ли тут кто-то, да, хочет продать пустышки акции и так далее. То есть это очень сложный процесс, там надо очень сильно доказывать, и туда ломиться просто так не имеет смысла. Да, надо правильно идти, это, ну, надо иметь хорошие компетенции, чтобы вывести акции на международную биржу. Над этим компания работает. Да, иногда даже в течение трех лет, Людмила, но фактически, если просмотреть, то это как минимум год нужен. Вот, а вот если бы у меня спросили, я вижу, что имеет смысл выводить три года, потому что хотя бы один-два года должно быть уже баланс хороший в этой компании, который выводит, или у этой компании, хороший баланс годовой. Дивиденды могут быть в таком году, что тут гадать на гуще, посчитайте в каком году, я же сказал, что это может быть и уже в 2019 году могут быть, если не в 2018. Вопрос только в том, какова сумма дивидендов будет, друзья. Я же вам сказал, чтобы нам получить на одну акцию один цент, нужно 600 миллионов вот этой суммы, суммы для дивидендов. Это значит, что доходы компании должны быть чуть более 600 миллионов, 602-603 миллиона, или 601 миллион, например, потому что одного миллиона вполне достаточно будет на все, даже 100 тысяч там хватит, на все расходы этой компании. Постоянные. Так что от этого и зависит. Так, идем, дорогие друзья, дальше. Теперь, смотрите, мы подошли к самому главному. Хорошо смотреть в будущее, но надо знать, куда мы идем. Не мы идем, а куда нас ведет то сообщество, в котором нам Господь дал возможность прожить. И мы очень сильно бились, чтобы в это время таких мощных перемен жить и существовать на земле. Здесь такое начальное, мы сегодня только начнем, и мы это продолжим. Есть наука, культура, образование. Еще можно сюда кое-что принести, но это так называемые сферы, от которых зависит наше соцсуществование в социальном укладе. До сих пор мы больше всего говорили о технологическом укладе, и об этом и Сергей Анатольевич Сибиряков говорит, Алексей Суходович. Многие говорят, и я иногда заикаюсь об этом деле. Но нам нельзя упускать то, что существует в социальный уклад. Они не совсем между собой взаимосвязаны. Где-то, почему я поставил здесь технологический уклад впереди? Он в какой-то степени диктует, диктовал. Другой вопрос, будет ли так дальше или нет, это я тут сомневаюсь. Вот. Он, скорее всего, должен идти за духовным укладом. Духовный уклад развивается, ведет за собой технологический уклад, развивает его. За счет этого развиваются социальные, они поддерживают друг друга, наука развивается, культура, в первую очередь, наука, ведет за собой образование, вот, и экономический уклад складывается благодаря этому. Значит, не экономика во главе всего, экономика является инструментом и средством, ведения всего, всего вот этого триединства. Но основой является духовный уклад. И поскольку и капиталистическая система, и все другие системы укладов социальных, которые до сих пор были, они упускали практически. Ведь религия это еще не является духовным укладом. Религия является основой, церковь является основой духовного уклада, или содержание и формирование духовного уклада. Вот. И для того, чтобы все концессии мировые уложились бы, и не бились бы, значит, не крестом, а мечом и огнем, не бились бы за преимущество свое, должен быть всемирный, общий, человеческий, духовный уклад. От него, танцуя, мы придем к триединству и правильному формированию этих укладов. Но, здесь очень важно понимать, меняется, в данной ситуации мы отталкиваемся от технологического уклада. Шестой технологический уклад, это переход из, мы перешли уже практически из интернет уклада пятого, его обычно называют пятым укладом, мы в шестой перешли в технологический уклад, извиняюсь, транснет уклад, уклад в шестой технологический уклад, и очень сильно будет меняться, должен смениться экономический уклад. Мы чувствуем, что его весь лихорадит. Лихорадит не потому, что что-то в мире не сложилось, не потому, что социальный уклад, а в первую очередь технологии изменились, мы уже давно забыли, что такое, или ушли из эпохи индустриализации, а экономика вся работала и заторможена все, ну как бы ее тенденции, все индустриальные эпохи в большинстве. Появились интернет возможности, экономический уклад не успевает, то есть финансовые операции, ничего не успевает за этим, как бы за технологическим укладом. Социальный уклад не успевает, нас до сих пор гонят в города, в большие урбанистические центры и так далее. Все в полном дисбалансе. Поэтому нам надо понимать, где мы находимся. Звук? Есть звук? Есть. У меня пропал звук. У меня есть звук. Роза, Казахстан, посмотрите, что у вас там. Вот, три единицы, спасибо, есть звук. Друзья, у кого нет звука, подрегулируйте все это, перезагрузите правильно, спасибо, Людмила. Вот, и поэтому, а уже танцуя на, или основываясь от того, где у нас наука, это все международное, это условное разделение, понимаете? Это все равно все едино. Это условное разделение, но мы должны знать, что сфера науки должна подстраиваться. Культура идет и связана прямо с духовным укладом. Ну и, естественно, образование. От образования, тут проскакивала информация, опять вот, готовясь к одной встрече, просматривал лунные книги, и опять напоролся на информацию, что в 2003, или в 1903, или в 1902 году, была установлена, в 1903 году, к кайзеровской Германии, и потом она перешла на все человечество, в систему образования, у которой концептуально основной, как бы скрытой идеей было не давать системного образования, а формировать массу послушных клерков-исполнителей. А это соответствующая система образования. Это значит не развивать логику, не развивать риторику, не развивать такое, как бы, творческое мышление сильно в школах, да? А уже особые люди, они просто выбивались из ряда. Если мы сейчас посмотрим, кстати, у того же самого Трампа есть, что если бы, говорит, я был бы прилежным учеником в школе, то я бы уже не был бы Трамп сегодня, понимаете? И если мы посмотрим, к сожалению, это так, или к счастью, это так, что 89, почти 90% успешных людей в мире, опрошенных, очень успешных, а эта логика или эта статистика распределяется в целом, являются людьми, которые не сильно преуспели в образовании. Это даже касается Эйнштейна. Если бы Эйнштейн закончил бы школу, то он бы не стал Эйнштейном. Я больше, чем уверен в этом, к сожалению. Но это так. Поэтому все очень непросто. И для чего я вам это говорю? Это я говорю для того, чтобы вы поняли, где мы находимся. Или постарались бы, по крайней мере, задуматься на эту тему. И мы к этому еще придем с вами, чтобы как бы более осмысленно идти дальше, знать, что делать здесь, как будет меняться и что будет меняться здесь на основе технологического уклада, в который мы пришли. Потому что мы так вот в повседневной суете даже не задумываемся. У меня, вы видите, у меня тут прическа небольшая, у меня стали волосы, которые уже давно вы с головы вылетели, стали дымом вставать, когда я стал осмысливать, что несет шестой технологический уклад. Это транснет. Это мощнейшие возможности передвижения материальных ресурсов. Это новые транспортные развязки. Это новые транспортные основанные. И плюс, это тянет за собой именно еще и информационные потоки. Смотрите, вот Skyway, это почему у него есть перспектива? Да потому что он является основой будущих будущих трасс световолоконных кабелей. А это единственная, по крайней мере, на ближайшие 10-20 лет единственная основа передачи быстрой и малоэнергетической передачи информации. Все. Отсюда мы будем танцевать, дорогие друзья, и дальше. И теперь смотрите. Быстренько перед завершением вопроса стратегической установки. Все то же самое, что было. Я сюда добавил только то. Повышай и развивай свои компетенции по возможности технологий Skyway. Иначе тебе трудно будет участвовать в проектах, адресных проектах. А это значит, что ты не будешь сильно ориентироваться в этих других вопросах тоже. Спроси себя, есть ли занятия, которые ты сегодня большую часть своего времени занимаешься, не дают и не делают тебя счастливым, то как тебе начать тратить на них меньше времени? Это вопрос, я его методично буду на мозги капать. Установки инвестора из ответов. Вот из этих ответов. То есть, вот здесь вопросы. Вот здесь есть вопросы сейчас. А как они повлияют на стратегические установки инвестора, исходя из этих ответов на эти вопросы? Разберитесь в том, куда развивается мир, что изменяется. Вот это разговор к картинке, о которой говорил. Четко определитесь, что ожидает тебя и или подрастающее поколение. Мы долго сейчас могли бы говорить, время наше завершается о налогах. Что будет с налогами? Только растут. Я еще ни одной страны не знаю, где бы налоги падали. Я просто думал, что это только Эстония, а нет. Весь мир с налогами и все чиновники, у них ума на больше не хватает. Почему? Да потому, что они живут еще в прошлой эпохе индустриализации, к сожалению. Понимаете? Там с этим можно было играть. Там можно было подтягивать экономику, играть, повышать. Все. Ресурс закончился, дорогие друзья. И это очень острый инструмент. Пенсии. Забудьте про пенсии. Единственная наша надежда на наши акции. Умирающие отрасли. Просто пачками будут отпадать, уже отпадают. Многие из них существуют только лишь за счет того, что надо давать работу и как-то содержать социально. Но это лишь только потому, что механизм перераспределения шеринга не работает в обществе, в социуме. Финансовая система. Абсолютно дохлая система. Но в ней есть раски нового. Это и криптовалюта, это и электронные расчеты, это так называемые различные расчеты взаимоучастия к операции. Типа того, они сродни тому, что топор меняется на окорок или окорок меняется на 10 топоров и на 5 мешков. Условно говоря. Но в новом уже как бы контексте. Готов ли ты меняться и быть процветающим? Меняться, изменяться в смысле. Готов, будешь процветающим. Да, можно привести пример. Кто-то процветающим кажется. Но вроде не меняется. Но это кажущееся процветание, дорогие друзья. Если мы углубимся в то, то цвет есть, запаха нет и нет там жизни и цвета. Цвет есть, а цвета нет. Готов ли ты делиться и копирироваться? Это очень сильный механизм. Мы о нем будем говорить. Делиться, перераспределяться, перераспределяться. Десятину отдавать. Это вселенский закон, кстати, десятины. Это же не просто так его придумали. Кто-то поковырялся в носу и подумал. Давай-ка сделаем десятину. Это закон вселенной. Делиться готов ты или нет? Кто-то скажет, а я так делюсь. Да, делимся. Но скрыто, не явно. И копирироваться. Это очень мощные механизмы ближайшего времени. Спроси себя, каким ты будешь через 5, 10, 25 лет. Разберись, каким ты хочешь и будешь через эти годы. Вот очень важные моменты, друзья. И об этом мы сегодня уже не будем говорить. Я благодарю вас за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Нет, Людмила. Значит, франшиза Skyway не будет таковой франшизы. Это же вам не пирожок Skyway. Понимаете? Будет франшиза там, ну, например, там может быть франшиза, например, на производство корпусов юнибусов. А при условии, что автоматику будет поставлять Global Transport Investment или какая-то дочерняя компания Global Transport Investment. Может быть, там разные варианты могут быть. То есть, такого однозначно это тоже. Франшиза в старом понимании не работает уже. Продлится, пока продлится, а как будет, вам скажу. Видите, Александр сказал, что да. Значит, он знает. Скорее всего, да. Вот. Какие еще вопросы, дорогие друзья? А, может, не только как часть финансового вопроса, но как паник. Одну минуточку. Может ли, может, не по теме, но не рассматривалось ли возможность выдачи специальных скидочных карточек. Гуркин, Алексей. Значит, это нас не касается. Это не наш вопрос сейчас. Ну, да, порассуждать можно на эту тему. Скидочные карточки или проездных для участников Скайвей может. А я вам скажу так. Скайвею билеты вообще не нужны. Я, значит, я это не для красного словца вам говорю. Я был одним из, ну, скажем так, я участвовал в группе, которая разрабатывала для города Таллина. Я был вице-мэром в 2004 году в городе Таллине по имуществу, как бы заведовал частью городского имущества, от земель до зданий и сооружений города. Вот. И мы предложили, скажем, коалиция, которая тогда была у власти, предложила перевести город Таллинн на бесплатный транспорт. И все вертели у виска, говорили, что это идиоты какие-то, неучи экономические, откуда деньги возьмутся. Что, а кто же будет оплачивать? Ну, что, горожане другие будут более богаты, будут оплачивать? Нет. Мы доказали, что это абсолютно возможно за счет правильной эксплуатации городского транспорта. Это общие слова. Фактически за основу было взято выстраивание системы парковок в городе Таллине. Вот тогда и начала выстраиваться система парковок в городе Таллине, которая была во многих городах, и даже в России сейчас используется, в Москве в первую очередь. Вот. Система парковок. Доходы. Мы посчитали, что доходы, которые получает город от системы парковок, они строились тоже по принципу «шуба тебе, шуба мне». То есть, часть частных, часть муниципальных парковок, да, они не требовали больших затрат, а частные парковки, они вообще не, город не затрачивался, а прибыль получалась этого. Так вот, сумма сегодня, через 13 лет, сумма, сегодня мы ездим все бесплатно, горожане, да, гости, правда, платят только. Вот, ну, не участвуют они в социальной жизни города, вот, у них есть другие блага. Вот, и мы ездим бесплатно, но сумма, которая поступает за счет тех опорных систем экономических, она значительно больше. Город получает, оплачивает все расходы, связанные с транспортом, с развитием транспорта, и еще ему хватает для своего бюджета дополнительные доходные статьи. Понятно, да? Точно то же самое и в Skyway, дорогие друзья. Дело в том, что проект, который мы в Таллине рассматривали, пилотный проект, он пока приторможен на территории одного большого технопарка или, ну, скажем, арендной большой территории 36 гектаров. Вот, бесплатно, но за счет арендной платы, там, минимальный, там, 1 цент, там, 12 центов на квадратный метр повышается, все арендаторы ездят бесплатно на эту территорию. А когда мы посмотрим то, как будет Skyway работать, то, смотрите, трасса, там, при определенной продленности трассы, она будет производить электричество, хотя бы только электричество за счет вихревых генераторов, которые, например, возьмем хотя бы такой пример, если их установить, вихревые генераторы. За счет этого можно получать электричество, 20% от произведенного электричества использовать для передвижения транспортных средств Skyway, остальное продавать в систему. Это доход, абсолютно сторонний доход, который покрывает и минимизирует расход, или, скажем, минимизирует необходимость оплаты за проезд. То есть, Skyway дает абсолютно новые возможности пересмотра стоимости. И в этом плане тут не надо ничего такого особого выдумывать. Так, что там еще у нас? Анонсировал, появился бесплатно. Да, 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 вполне возможно. Они находят другие варианты сейчас. 12-й слайд. Да, сейчас покажем. А о 12-м слайде мы на эту тему говорили. Сегодня тут нет предмета, друзья. Виктор, что говорить по 12-му слайду? Это по адресным проектам. Мы его проскочили сегодня, так что посмотрите.